Всем привет! С вами Дэн и у нас сегодня впервые, между прочим, на канале часы, которые переделаны из карманных. Ну и так или иначе их еще называют марьяжи. В основном в таких часах имеется исторический оригинальный механизм, который взят из, опять же, исторических оригинальных карманных часов и дальше, что называется, по вкусу. Либо оригинальный механизм и оригинальный корпус, к которому приварены ушки и уже надет ремешок. Либо оригинальный механизм, новый корпус и, собственно, новый, опять же, ремешок, понятное дело. Потому что в карманных часах ремешков, естественно, не бывает. Ну и по циферблату иногда оставляют исторический циферблат, иногда делают новый. Все абсолютно, естественно, всегда по-разному. И качество таких часов, механизмов, оно тоже абсолютно разное, потому что иногда берут просто базовый механизм, в лучшем случае его там почистят от пыли, ставят в новый корпус. Иногда механизм полностью перерабатывают, пересобирают и даже иногда скелетонируют. Честно говоря, я небольшой поклонник марьяжей, потому что... Ну, во-первых, потому что они достаточно большие, в связи с тем, что механизмы крупные в карманных часах. И, во-вторых, то, что все-таки у них нет какого-то действительного исторической ценности, поскольку это уже не карманные часы в оригинальном корпусе, механизмы циферблат и стрелках, да, а это уже некий новодел, да. Поэтому такие модели, они действительно очень на любителей, и действительно вы должны понимать, почему вы такие часы покупаете себе, например, в коллекцию, да. В них есть плюсы, естественно, есть минусы, есть этот исторический флёр, можно сказать, есть какое-то ощущение того, что у тебя на руке большие крупные карманные часы. И ведь, если вы знаете историю, то как раз история наручных часов во многом начиналась с того, что просто к карманным часам военные приваривали ушки, чтобы было удобно просто на запястье, на рукаве их носить и смотреть на время. Потому что в бою доставать там из кармашка себе на цепочке карманные часы, ну, согласитесь, это немножечко неудобно. Так вот, ну, к тому же я всё-таки фанат карманных часов, и поэтому для меня они имеют ценность именно в их оригинальности, да. Но, тем не менее, давайте посмотрим, возможно, эти марьяжи нас сумеют удивить. И здесь, наверное, всё-таки важный нюанс. Здесь не просто обычные марьяжи, как вот традиционно бывает, да, механизм бахнул в какой-нибудь новый корпус и красиво всё продаю. А здесь у нас всё-таки два марьяжа с глубокой, я бы даже сказал, очень глубокой переработкой механизма. Давайте смотреть. Значит, они оба на базе механизмов Омега. Это антикварные калибры. Начало прошлого века. Они прошли репассаж, они выполнены со скелетонированным циферблатом. Механизмы здесь тоже прошли скелетонирование с отделкой, золочение механизма. Вот в данном случае по вот этим часам установлен новый корпус и скелетонированный цифер. Ну, вот эта модель, насколько я понимаю, называется покер. Называется покер. И здесь, естественно, новодельный циферблат. Циферблат, ювелирная работа. Я бы даже сказал, что на самом деле здесь уже даже, может быть, во многом не марьяж, а какая-то такая ювелирка, потому что, ну, реально сделано круто, да. То есть, это не просто взять механизм и поставить его здесь. В общем-то, провести достаточно глубокую и серьёзную работу. За это, конечно, можно похвалить. Выглядит круто, честно скажу. То есть, понятно, что это и одна, и вторая модель это на любителя, да, но сделано круто, здесь отрицать не стоит. Понятное дело, что экземпляры единичные, потому что, ну, как правило, один механизм кто-то может раздобыть и из него сделать марьяж. Поэтому, ну, в какой-то мере можно сказать, что это, да, произведение искусства. Может быть, с натяжкой, кому как нравится, но, тем не менее, поскольку здесь ещё имеется. Посмотрите, какая интересная отделка корпуса. Корпус стальной с ручной вот такой гравировкой. Выглядит круто. Я знаю, что памы такие не так давно выпускали. Да, ещё и Магрит выпускал хамаш на такие памы с подобного рода гравировкой. Да, это интересно. Ну, здесь стрелки новодел синёные, да, циферблат, циферблат. Серебро. Имеется здесь и эмаль, и здесь также имеются камни. И на одних, и на вторых часа. Ну, здесь корпус без гравировки, с зеркальной полировкой полностью. И один и второй механизм у нас, конечно, скелетонированный. Скелетонированный очень круто. На макро-видео, конечно, рассмотрим, как всё сделано. Но, знаете, вот со стороны, да, так вот, с расстояния. Здесь, конечно, выглядит круто. Надпись Омега, это оригинальная надпись на механизме. Её просто, вот видите, когда скелетонировали механизм, её не убрали, естественно. Лишь это круто. А вот здесь циферблаты тоже новодел. Меня обычно всё-таки в марьяжах, знаете, какая вещь смущает, что их иногда продавцы называют по названию механизма. То есть могут сказать, там, Улис, Нардан, там, да, Омега. И в данном случае тоже на сверблате указана Омега. Хотя, по факту, не все продавцы откровенно вам говорят, что, в общем-то, это марьяж, да. И, ну, глобально нельзя сказать, что это часы Омега, да. Это часы с механизмом, с оригинальным механизмом Омега. Вот так будет правильно. Приятные кожаные ремешочки. Очень мягкие, очень качественные. Мне нравятся. Бакли здесь простенькие. Хотя, может быть, хотелось бы что-нибудь более такой сексуальное, с учётом того, что здесь такая красивая гравировка. Ну, вот, в общем, видимо, расчёт на то, что всё-таки владельцы этих часов дальше будут уже сами покупать разнообразные ремешки, чтобы как-то это всё разнообразить в повседневной жизни. Поскольку это базовый ремешок, ну, многим захочется что-то более разнообразное, да. Здесь очень красивая отделка по механизму. Прямо это впечатляет. С читаемостью, конечно, беда и на одной, и второй модели. Я бы сказал, что здесь, ну, они вообще не читаются. Хотя стрелки нормальной длины. Ну, поскольку это скелетон, поскольку стрелки узкие, поскольку крупные часы. Ну, в общем, это вопрос, в общем-то, того, нравится вам или нет скелетоны, и нравится или нет вот подобный дизайн часов. Потому что, ну, использовать их именно для чтения, считывания времени, ну, наверное, мало кому придёт это в голову. Здесь это аксессуары, здесь это вопрос украшения. Я вам говорил, что размеры не маленькие. Ну, давайте это всё дело подтвердим. Как правило, такие марьяжи идут от, ну, здесь 48 мм, иногда бывает 50 мм. Зависит от того, какой размер был у базового механизма. 15, высота. Ну, здесь стекло слегка выпуклое. 22 по ремешку, и от ушка до ушка здесь будет немало, потому что ушки достаточно длинные. 56. Поэтому рассчитывайте, как говорится, свои силы. Если запястье небольшое, то, конечно, такие часы будут на вас смотреться несколько странно. Ну, размеры здесь практически идентичны. Не практически, а, в общем-то, полностью. Так, давайте покажу, что будет с такими часами на моём запястье. У меня 18,5. Ну, здесь, видите, уже ушки даже немножко начинают свисать с моего запястья, поэтому, опять же, напоминаю, что лучше примерить, если ваше запястье меньше, чем, ну, наверное, 19 см в обхвате, потому что иначе будет великовато. Ну, есть исключения. Если вы любите вот такой некий китч, если это ваш стиль, и если вы любите вот такой оверсайз, то, в общем-то, плюйте на мнение всех подряд и носите в своё удовольствие. И вообще, часы нужно покупать, конечно же, для себя, а не для того, чтобы что-то показывать, доказывать, и тем более с кем-то спорить из окружающих. Ну, а на этой прекрасной ноте мы с вами переходим уже к макро-видео, а потом подведём краткие итоги. Ну что же, давайте смотреть по отделке. Напишите, кстати, в комментарии, как вам эти модели, как вам идея, как вам реализация, любите ли вы марияжи, есть ли у вас марияжи в коллекции и, возможно, плюсы и минусы по марияжам. Потому что мнения обычно такие достаточно противоположные. Кто-то фанатеет, кому-то не очень нравится, кто-то безразличен. Самые доступные марияжи на самом деле делаются на молнии. И одну и вторую модель можно приобрести в интернет-магазине ешил.ру. Ссылку я оставлю в описании к ролику. Здесь красиво, конечно. Красиво, сложно. Круто. Что касается цены, то вот эти часы покер стоят около 90 тысяч рублей. Что сказать по итогам? Ну, я уже говорил о том, что это продукт специфичный, продукт не такой уж и доступный, если он исполнен качественно, а не когда просто берется на Алиэкспресс какой-то базовый корпус, сюда впихиваются, в общем-то, самые дешевые карманные часы или даже просто купленный калибр, опять же, где-нибудь на Авито. Этот вопрос мы вариант не рассматриваем, мы рассматриваем, когда все-таки это достаточно хорошо исполнено. Когда это исполнено хорошо, то это такой во многом имиджевый аксессуар или аксессуар для души, можно так сказать, потому что, опять же, повторюсь в очередной раз, что это специфичная модель не для каждого. В данном случае модели исполнены на высоком уровне, скелетонирование здесь классно, механизм обработан, определенные идеи есть, здесь есть гравировка по корпусу, поэтому, да, почему, собственно говоря, и нет, если вам такие часы нравятся. Но самое, наверное, главное здесь нужно примерять, потому что такие часы, они всегда достаточно крупные по диаметру. Ну что же, на этой ноте я с вами прощаюсь, всем пока, не забываем ставить царские лучшие на ютубе лайки. С вами был Дэн, увидимся.